Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я прогуливалась по городу и зашла к ней в гости А у нее в гостях как раз был Андрей и Саша И она мне его представила Мы как-то так мимолетно познакомились Посидели, пообщались, обменялись телефонами Раза с 15-го я дозвонился на этот домашний И мы договорились встретиться И мы встретились в назначенном месте, в назначенное время Мне запомнились ее необычные глаза Кокетливая улыбка Тело движения такое какое-то необычное Но это флюиды, они сразу сделали свое дело Мы сразу нашли общий язык Начали разговаривать на разные темы В принципе, как-то так вот мы подошли душой друг к другу Меня очень тянуло к ней Очень хотелось второй, третьей, четвертой встречи Хотелось сделать так, чтобы эти встречи длились по 24 часа в сутки Ну, а женитьбе тогда даже студенты, какая же В принципе, я не думала, что это вылиться в какие-то более серьезные отношения, кстати У нас, я думала так, вот как бы у моей подружки Андрей парень А вот как бы этот парень, ну, друг Андрея И мы думаем, ну, погуляем вместе, ну, проведем время вместе Так как это было более веселее Вот, но достаточно как бы так постепенно мы начали общаться более плотно И это привело более к серьезным отношениям Мы достаточно долго встречались Ну, где-то 4 года мы встречались Я как бы не планировала, что это будет мой муж Был такой момент, как раз когда свершился на нашей планете миллениум Мне так получилось, мне пришлось его встречать в Москве Я... у меня не было в Кишиневе где-то 4 месяца И вот где-то на второй-третий месяц я уже понял, что я не могу без нее жить Что я хочу просыпаться утром, видеть ее И укладывать ее спать рядом с собой Я и написал даже где-то есть письмо или открытка, не помню, нет, письмо Я впервые написал, что я хочу, чтобы ты стала моей женой Когда как бы не было мобильной связи и компьютеров, так это было как-то скайпов и так далее Мы, конечно, писали друг другу письма В письме, в принципе, как бы это было, наверное, предложение То есть я очень скучаю по тебе Я очень хочу тебя видеть И я хочу тебя назвать своей женой Пусть это будет наш маленький секретик Еще очередной маленький секретик Где-то в марте я вернулся из Москвы Он привез мне кольцо и подарил мне его Это было как бы, ну, как предложение И через год летом мы поженились Зная о том, что у нас будет встреча, посвященная нашим воспоминаниям Я даже достала альбом нашей свадебной фотографии И вчера вот долго-долго мы смотрели, вспоминали вот нашу свидетельницу на свадьбе Как кто изменился, какие были на свадьбе у нас разные интересные приключения Вот как я ждала его, когда он ко мне должен приехать То есть мы по телефону сидели, разговаривали Ну что ты где? Нет, не едь еще Как бы я еще не готова Еще не доделано там что-то Гости собрались Все в ресторане уже ждали нас Так как Татьяна очень любит фотографироваться Она очень-очень любит фотографироваться Она любит фотографироваться очень-очень-очень И мы очень долго, много времени провели в парке Долины Рос Фотограф устал, оператор устал, но Татьяна не уставала Поэтому мы провели там место двух, часа четыре Мы гуляли по парку, по Долине Рос И мы немножко загуляли Там разные фотографии фотографировались, гуляли, крутились, хохотали Там целой компанией молодежи Вот, и такой был сюжет, когда он был в виде памятника А я как бы ему возлагала цветы Очень так было весело Мы загуляли И так получилось, что в ресторане обычно ждут молодые всех гостей А так как мы немножко задержались, то все гости ждали молодых Все гости уже звонили, переживали Может, мы передумали или еще что-то, родители волновались Но потом мы приехали, и все началось Сашин папа, он был музыкантом в прошлом Это было такое, как у него увлечение Он иногда играл на свадьбах, ну, помимо его основной работы Вот, и у нас ведущий был на свадьбе, это его друг Ну, друг их семьи И, в принципе, мы как-то так вот не подготавливались Мы ему настолько доверяли, как бы тогда Вот мы его как бы взяли тогда, пригласили, и мы даже не уточняли, какой будет танец первый Обычно же сейчас все постановки делают, танцуют Мы как-то это все было очень экспромтом То есть я не знала, какой будет танец Очень переживала, что мне понравилась песня То есть как бы она заиграла, мы так вышли, первый танец, то есть хоба, и вырубается свет А я такая думаю, такая еще песня какая-то мне очень, мне не нравится Свет выключается, и они начинают играть песню такую, которая мне уже нравится То есть как-то так все поменялось в мою сторону Прокражу невесты Честно говоря, не помню, кто это сделал Вспомнить не смогу Ну, уже 11 лет прошло Таня рассказала, что была жаль, зергическая реакция Да, 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 да Потом ее закрыли в такой, как сейчас помню, был рафик такой Сейчас уже нет таких машин Ее там закрыли, спрятали Я знал, где, я видел, как ее воруют Ну, я как, не знаю, человек Ну, может быть, чуть-чуть Самой малой части творческой Я оставил это Оставил, пусть ее украдут Пусть это все произойдет Это танство, это церемония, процедура, как ее называют После первого танца, так как я страдала, как бы, аллергией Вот, и это было в основном в таких непредвиденных ситуациях При эмоциональном каком-то всплеске Ну, первый танец Естественно, невеста очень переживает Наверное, может быть, каждая Возможно, жених тоже Но у меня, как назло, в самый неподходящий момент Началась аллергия То есть такой отек квинки, который выражается в виде отека глаз То есть я была просто в панике В том плане, что гости, как праздник, я звезда праздника И тут у меня такое Но ситуация быстро вырвалилась Потому что жена моего брата быстро меня украла И закрыла меня в машину И я там просидела как раз, когда сделали мне лекарства И я очень хорошо вышла из этой ситуации Красоткой меня вынесли уже в зал Жених меня нашел Как полагается, выпил из туфли шампанское Станцевал лесгинку Спел песню о дубы колдуны И все было отлично И меня воровали Я же говорю, у нас свадьба была такая, с прикольным И меня воровали Вот что же делала она Я тоже как бы и вот выкупала Я спела песню Свадьба это на одном дыхании Мы вдохнули утром, когда встали И выдохнули, когда уже приехали домой И пытались где-то найти место, чтобы лечь спать Потому что было столько людей дома В квартире, что... В чем секрет семейного счастья? В чем секрет семейного счастья? Ну, это, конечно, дети Это главное дети Главное терпение Взаимопонимание Когда ты смотришь в глаза своему ребенку Ты испытываешь нереальное счастье Никита родился 6 августа Было обычное лето Как сейчас помню, это был день недели, это был среда А по средам у нас В компании, в которой я работал тогда Были спортивные мероприятия, так назовем его Мы ходили, играли в футбол Та среда была не исключением Мы пошли играть в футбол Вот, играем в футбол Вещи наши лежат там отдельно от нас Естественно, все телефоны там Играем, ни в чем не подозреваем Бегаем, все И вдруг один из ребят Присел, пошел попить воды Или присел отдохнуть И видит ему звонить телефон Это, кстати, был один из... Из... Начальства Один человек из начальства Он видит, что у него звонит телефон Поднял Оказывается, на тот момент Таня уже почувствовала, что Вот-вот надо будет рожать Потому что уже отошли воды Как бы Уже тянуть как бы некуда Она начала мне звонить Конечно же, телефоны я не слышу Никто из моих близких друзей не слышит Она начала через подружек Через третьих, не знаю кого Вышла на... Звонили все, короче Все ребят... Почти все телефонные ребят Которые были на футболе Их не все телефоны звонили Он поднял И только успел сказать Саня Таня хочет Таня сейчас будет рожать Я как был мокрый Это же лето В зале мы играем там душно Как я... Как был мокрый весь В чем был одет Я схватил сумку в машину Это было на старой почте У нас зал был До дома я долетел в центр Ну, не знаю за сколько минут Ну, залетел домой Быстро ее... Уже вещи, конечно, были все готовы Что самое интересное Ребенка первым увидел я Я увидел глаза Я понял, что это Еще одни глаза Такие же, как у моей жены Что они меня задели сразу Когда ты смотришь в глаза своему ребенку Ты испытываешь нереальное счастье Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»